Представитель общества с ограниченной ответственностью Республиканский институт политических и социологических технологий официально заявил, что люди в желтых кепках не имеют отношения к организации. Владимир Осипенко сообщил, что его волонтеры имели на руках задание проводить экзит-пол и делали только то, что указано в направлении, опрашивали избирателей. По заверению Осипенко, ни один человек, имевший на руках заверенное задание института, не имел желтой кепки. Либо он был без желтой кепки, либо без нашего задания. Быть не могло, чтобы он одновременно в желтой кепке был с нашим заданием. Может быть случайно желтая кепка? Нет, нет, такого быть не, но это невозможно. Мы для репрезентативности исследования в основном группу наших товарищей привезли из солнечного города Симферополь. Без кепок? Без кепок, да. Если этот факт отфиксирован, вы отдельно можете со мной связаться, я вам прокомментирую. Но я глубоко сомневаюсь в этом. Владимир Осипенко сомневается зря. Женщина-волонтер в желтой кепке в балаклаве показала нашей съемочной группе официальный бланк Республиканского института политических и социологических исследований с подписью и печатью. Таким образом, либо социолог Осипенко вводит журналистов в заблуждение, либо кто-то прикрылся для своих целей именем организации. В таком случае председатель Севызберкома Сергей Даниленко просто обязан разобраться, что за лжесоциологи массово работали в день выборов в Севастополе.